Привет, дорогие мои! Что навеяло эту беседу? Видео в интернете, где дама некая вещает о том, что... Девочки, с чего начинаются наши отношения? Ни для кого не секрет, это секс. Это ошибка. Это так начинают отношения бесперспективные, нацеленные на смену периодическую, возможно, быструю массы партнеров. Но насколько это улучшает качество женщины, судить трудно. Я думаю, что это другая тема, и сейчас не об этом. Отношения начинаются с дружбы. Сначала дружеские отношения, потому что после того, как мужчина получен секс, он вас воспринимает как сексуальный объект, и все, вы не нужны как друг. А это... Почему важен элемент дружбы подчеркнуть? Да потому что, по одной простой причине. Когда, причем, спрашиваешь, да, диагностику делаешь человеку, женщине, честно скажем, женщине, и затыки, серьезные затыки в личном плане, и говоришь, ну, ваше видение, да, что необходимо для семьи, для отношений. Звучит все, что угодно. Никогда не звучит слово «любовь» первым, по крайней мере. Оно вообще редко звучит. Но первым никогда за очень долгое время я его не слышал. Так вот, любовь – это первое. Потому что это и страсть, да, которая необходима для длительных отношений, потому что у мужчины есть физиология определенная. Но об этом тоже позже. Просто запомним, что она есть, и есть потребность. Мужчине нужен секс в любом случае. Вот. Если вы хотите нормальных отношений с ним, торговать сексом, спекулировать им – это путь в тупик, к развалу. Ну, или к тому, что если вдруг вы видите и думаете, что да, мужчину это устраивает, вполне возможно, что он добирает это где-то, и вы его поставили в эту ситуацию. Нельзя торговать сексом. Это правило, это закон, если угодно. Второе – дружба. Для партнерства это необходимо. Без дружеских отношений никакого партнерства не будет. И распределение ответственности. Без чего тоже семьи не будет. Вот партнерства именно в плане семьи. Говорить, что там партнерство – это главное, это чушь, понимаете. Вот без всего этого какое там нафиг другое что-то. Нет. Партнерство только в распределении обязанностей. Появляет в жизни мужчины, женщина, снимает с него женские обязанности потом. Никто их не отменял генетически заложенные природой, да, в силу того, что она хранительница очага, а дом – это ее пространство, это ее расширенное тело. Она же транслирует себя в это все, пытаясь дом менять. И, соответственно, мужчина снимает с женщины женские, отставить мужские обязанности. Все. Вот такая, только в таком порядке, только в таком. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok